здравствуйте дорогие друзья с вами василий гурьянов сегодня у нас первый выпуск рубрики покоряем москву в рамках которой мы будем обсуждать и изучать самые известные и неизвестные здания нашего города и начнем пожалуй мы с самой выдающейся и известной улице это новый арбат фактически новый арбат берет свое начало отсюда с улицы воздвиженка которая стартует прямо от маховой справа от меня находится здание бывшей гостиницы петергоф это современная приемная государственной думы но мы движемся дальше слева от меня находится государственная библиотека ссср имени ленина ее история началась в 1862 году когда царь александр второй повелел основать публичный румянцевский музей но уже при советской власти для библиотеки было построено новое здание сооружение которого заняло 20 лет а в конце 90-х здесь был сооружен памятник великому русскому писателю федору михайловичу достоевскому но мы приближаемся к логичному завершению улицы воздвиженки и ее пересечению с бульварным кольцом это самое первое кольцо москвы включающих себя 10 бульваров среди которых гоголевский и никитский слову сказать это единственное кольцо москвы которая по своей сути не замкнута обратите внимание вот на эту магистраль которая проходит прямо перпендикулярно нам когда-то здесь находились укрепления белого города а завершается воздвиженка интересным набором зданий с северной стороны мы имеем особняк морозова ныне дом приемов россии потрясающее соединение мавританского стиля и модерна чуть поодаль этого здания высится башня мостельпрома шедевр отечественного конструктивизма и авангарда построены в двадцатых годах прошлого века с южной стороны на воздвиженке расположен старейший кинотеатр москвы электротеатр художественный за свою более чем столетнюю историю здание неоднократно перестраивали его пытались снести и она даже находилась под бомбежкой и сейчас спустя все тяжелые годы она пристала перед нами в обновленном виде стоит также обратить внимание на этот потрясающий выход со станции метро арбатская построены в 50-х годах прошлого века сталинском ампире этот выход имеет форму звезды и дополнен греческими портиками по фасадам но мы движемся дальше и переходим к самому главному к новому арбату исторический район арбат нам известен с 15 века тогда это была довольно обширная территория между современными улицами знаменка и большая никитская а главный было как раз таки улица воздвиженка и она же называлась арбата ученые расходятся во мнении относительно этимологии слова арба в одной из версий она происходит от тюркского арба и означает телега возможно это связано с деятельностью колымажной слободы которая находилась здесь недалеко на улице волхонка и она занималась как раз таки производством разного рода повозок в старину на этой местности жили ремесленники о чем нас свидетельствует название исторических переулков это калошин переулок денежный и каменная слобода коренной перелом в истории района начался в 60-х годах прошлого века когда было принято решение проложить здесь скоростную магистраль архитектурный ансамбль нового арбата включает в себя дом связи на не к сожалению снесенный 5 высотных домов по 24 этажа на северной стороне для советской партийной элиты и интеллигенции а на южной стороне расположили всем нам известные дома книжки их четыре штуки и они соединены общей стилобатной частью с расположенными внутри торговыми центрами первоначальный проект подразумевал наличие в стилобатной части магазинов школы детского сада а сами дома должны были быть жилыми но вы этим планом не суждено было сбыться и теперь дома книжки выполняют всего лишь административную функцию прокладка магистрали и строительство ансамбля были двумя сложнейшими задачами ради их реализации был снесен целый исторический квартал старого арбата это было крупнейшее реконструктивное мероприятие в истории москвы подобные тенденции постройки ансамблей в стиле модерн были очень популярны для всего мира в пятидесятых шестидесятых годах ну а для простых советских граждан это было чем-то невероятным когда на месте старой малоэтажной застройки неожиданно прорастали вверх высокие бетонные исполины навсегда изменивший облик всего города крупномасштабная композиция нового арбата несомненно обладает силой и характерностью однако ее свойства проявляются главным образом в пределах самой улице а при взгляде на арбат немножко другого ракурса его здания предстают перед нами всего лишь нагромождением бетонных коробок и это неудивительно что пробивка новой улицы сквозь историческую застройку города а также архитектурное решение ансамбля никак не связаны с окружающей средой вызывали недоумение у москвичей писатель юрий нагибин называл новый арбат вставной челюстью москвы и это презрительное название стало поистине народ но мы выходим на финальный участок нового арбата где он пересекается с садовым кольцом раньше по всей длине садового кольца проходили укрепление земляного вала о чем нас свидетельствует название одноименной улицы в районе таганки позднее укрепления были срыты а уже при царской власти здесь были разбиты сады что и дало название этому садовому кольцу но при сталине сады были закопаны и проложена новая кольцевая автомагистраль в советском союзе ну что ж дорогие друзья на этой чудной ноте мы завершаем наш выпуск арбат мчит нас вперед в направлении гостиницы украина и высоток москва сити с вами был василий гурьянов до новых встреч